Победа в Великой Отечественной войне под века слава нашего народа. Поэтому 9 мая неизменно является всеми любимым, дорогим и светлым праздником. По традиции, накануне 9 мая на одном из самых крупных и перспективных производств на закрытом акционерном обществе «Калининское» для ветеранов детей войны, ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов устраивают экскурсии. Об этом рассказывает наш корреспондент. Чем дальше мая 45-го, тем дороже каждая минута общения с теми людьми, кто подарил всему миру победу над фашизмом. Сотрудники закрытого акционерного общества «Калининское» всегда с особым настроением готовятся к встрече с ветеранами, ведь они должны почувствовать заботу, внимание и поддержку. К организации мероприятий приобщают и школьников. Я выражаю огромнейшую благодарность всем. Вот даже простое, вот пришли сюда, просто приятно, понимаете, приятно посмотреть. Это радует то, что не забываются дела ветеранов, не забываются сами ветераны, а ветеранам ведь самое главное важно – внимание. Сотрудники ЗАО «Калининское» пригласили ветеранов и участников войны на экскурсию по хозяйству, в ходе которой они увидели, в каких условиях содержатся коровы, чем их кормят, какие технологии применяют для того, чтобы в итоге получилось вкусное, полезное и натуральное молоко. Особое внимание уделили новой линии производства, где теперь разливают молоко и в пластиковые бутылки. Экскурсия по цеху вызвала много положительных эмоций. Приятно наблюдать за этим хозяйством, которое из года в год развивается. Александр Федорович, руководитель оводков, очень много усилий прикладывает. И действительно эти усилия оправдываются. Этим встречам на ЗАО «Калининское» много лет. Каждый раз они получаются по-домашнему тёплыми и торжественными одновременно. На предприятии уверены, что уроки мужества, стойкости, преодоления – бесценное наследие победителей, которое помогает и сегодня справиться с любыми трудностями. И правильно есть такая пословица – если мы едины, мы непобедимы. Сегодня ветераны посмотрели наши дела. Мы проводим сейчас весенние полевые работы. Наша работа – производить продукты питания. Для жителей, для города, для армии. И я уверен, что мы её выполним с честью. Достойным продолжением стал праздничный обед и концерт. За общим столом удалось встретиться с дорогими сердцу людьми, вспомнить годы войны и подумать о будущем Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok